В эфире Шансон ТВ программа «Короткий разговор». С вами Катерина Голицына и вся правда шансона. Эта осень очень богата на всевозможные музыкальные события. У артистов выходят новые песни, альбомы, снимаются видеоклипы, а кто-то идет еще дальше. В преддверии своего большого концерта в Государственном Кремлевском дворце Александр Новиков представил на нашем телеканале документально-художественный фильм «Настоящий». Идея сделать такой фильм, она пришла сама собой и следующим образом. Вот сколько я за 22 года своей профессиональной деятельности не давал интервью, рассказывал о великом, о вечном, о себе, искренне, даже со слезой на глазах. Все время в телевидении, в передачи попадали какие-то только скандальные, какие-то пикантные моменты, которые не имеют отношения, то есть глобальной, к стратегической линии жизни. То есть всем нужна какая-то то замочная скважина, то какой-то скандал, то какие-то мелочи, которые для меня являются несущественными, а для вот той передачи, которая снимается, они существенны. И, наконец, я подумал, что кроме меня и людей, которые мне близки по духу, которые окружают меня долгие годы, с которыми мы работаем долгие годы, этот фильм не сделает никто. Это подлинная история человека, вся жизнь которого связана с музыкой. Она же, музыка, стала причиной и многих бед Александра Новикова. Но именно благодаря своим честным и искренним песням он обрел свою популярность и бесконечную любовь поклонников. Первые стихи, первые аккорды, первый успех и тюрьма. Стояли в вестибюле, и вдруг подбегает к нам официантка. Звали ее Нина, как сейчас помню. И она говорит, вот тут один мужик, говорит, такой нахальный, наглый, он напил, наел и рассчитываться не хочет, и хамит, и собирается уходить. И как раз тут нарисовался этот детина. Такой мужик лет сорока, там, с чем-то такого, роста почти с меня. Высокий такой, мощный дядя. И она ему говорит, значит, вы заплатите сначала, а потом будете, значит, одеваться. Он из гардероба получает свою одежду. И он ей говорит, сейчас я тебе заплачу. Он одевает это пальто, отходит на один шаг и со всего размаха бьет ей в лицо. Здесь мы, не сговариваясь, ударили его с двух рук одновременно. И он прошел насквозь через одно стекло, и во втором стекле задержался. И упал. В четыре серии уместились не только события из жизни самого Новикова, но и история целой страны. В те времена не было у музыкантов даже более-менее нормальной аппаратуры. Вот и приходилось мастерить профессиональное оборудование своими силами. Между прочим, эти раритеты до сих пор в рабочем состоянии. И многие музыканты уверены, что новиковские самоделки сейчас способны заткнуть за пояс импортные навороченные усилители. Какая муха укусила, нам теперь немцамек. Меня Гугену крокодила, он играет рок. Ну а главный подарок своим поклонникам, Александр Новиков, преподнесет 31 октября, свой день рождения. Мы специально устроили такой праздничный концерт, где мы будем исполнять лучшие песни. Праздничный концерт, он так и называется, в день рождения. Надо ли говорить, что в репертуаре шансонье несколько сотен песен, десятки из которых уже сейчас являются классикой жанра. Такие песни, как «Шансоньетка», «Вези меня, извозчик», «Помнишь, девочка». В этот раз прозвучат в сопровождении и музыкальной группы, и струнного квартета, и духового ансамбля. Будут в этот вечер песни и из новой пластинки. Новиков споет уже полюбившиеся всем хиты «Вокзальная медуза», «Расстанься с ней», «Крошка» и многие другие. Расстанься с ней весь пин, кричал, лопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю. Но я ее люблю. Вы смотрели программу «Короткий разговор». Ваши рассказчики Катерина Голицына и «Правда Шансона». Слушайте хорошую музыку. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok